Мануальный терапевт Мануальный терапевт Мануальный терапевт Мануальный терапевт Спазмированные мышцы расслабить, слабые мышцы усилить. И разные методики исполняют это по-разному. Например, есть крайне сакральная методика, которая работает только с костями черепа и через них влияет на остальные органы и системы. Есть мускулоэнергетические техники, которые, ставя позвонки, суставы в определенное положение, улучшают работу, увеличивается подвижность позвонков, суставов. Тем самым нормализуется, скажем так, работа позвоночника и суставов. Есть миофасциальные техники, которые нежно смещают мышцы, фасции, кожи, снимают там какие-то зажимы, тем самым, опять же, улучшая работу позвоночника, суставов. Есть висцеральные техники, это работа с внутренними органами. Там посредством массажа внутренних органов снимаются спазмы с кишечника, с желчевыводящих путей, поднимаются почки, снимаются спазмы сфинктеров, улучшается пищеварение и так далее. Работа со спайками, кстати, после различных операций очень хорошо освобождает, улучшает работу внутренних органов. И, как следствие, там есть влияние и на позвоночник, и на суставы, такое комплексное воздействие. Есть постизометрическая релаксация, есть работа с триггерными точками и еще много-много-много чего. А тот раздел мануальной терапии, которым я работаю, называется прикладная кинезиология. И вот в прикладную кинезиологию как раз входит множество-множество таких методик. И прикладная кинезиология позволяет выбрать, что пациенту нужно конкретно для него. Если крайнего-сакральный терапевт работает только с черепом, а классический мануальный только хрустит, то я могу посмотреть, протестировать человека и посмотреть. А вот здесь ему нужно в первую очередь за животом поработать. А вот здесь ему надо расслабить мышцы. А вот здесь ему надо провести постизометрическую релаксацию. И причем выясняется это не просто, как мне захотелось, а я с помощью мышечного теста спрашиваю его же организм, и он мне отвечает. Вот это мне нужно в первую очередь. То есть человек, грубо говоря, приходит и говорит, у меня болит нога, а в итоге может выяснить, что у него болит спина на самом деле. Да. После того, как вы это проверяете. Тут даже еще можно глубже копнуть. Иногда приходит человек, у него болит нога, начинаешь проверять, а у него стресс хронический. У него неполадки в семье или на работе, или смерть друга, родственника и так далее, которая оставляет отпечаток в нервной системе. Человек зажимается, не может расслабить свои мышцы, это постепенно наворачивается, наворачивается, и получается где-то какая-то боль у этого человека. Ну, это такая, да, распространенная есть теория, что, например, болит нога, значит, не хочу куда-то идти, да, болит голова, не хочу о чем-то думать. Да, 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 и прикладная кинезиология позволяет найти тот стресс. Мы имеем различные психотехники, которые позволяют этот стресс снять и коротким путем улучшить состояние организма. Вот по моему мнению всегда было, что люди обращаются к мануальным терапевтам, но чаще всего. У меня болит спина, мне нужен мануальный терапевт. Да, так оно и бывает. Так оно и бывает. Да. Когда начинаем смотреть, от чего же болит спина, то выясняется, например, у некоторых людей, что спина у него болит, допустим. Не как у обыкновенного остеохондрозника, когда надо что-то сделать, нагнуться, разогнуться, поднять тяжесть. А, например, лежа или во сне, когда нагрузки на позвоночник нет. Это хороший признак того, что непорядок с внутренними органами, с кишечником. Тогда мы целенаправленно ищем, что там во внутренних органах. Не всегда болит там, где болит. Болит там, где организм включил компенсаторные механизмы, и эти компенсаторные механизмы уже начинают давать боль. Как правило, причина боли лежит где-то дальше, дальше, дальше. Где-то глубже, глубже, глубже. Какой-нибудь самый необычный, например, пример можете привести? Самый необычный пример? Полила нога, оказалась голова, грубо говоря. Ну, не далее, как сегодня. У меня пациент был с болями в пояснице, которые возникают при вставании со стула. Начали смотреть раздел его, а у него очень много различных шрамов. Вот, я говорю, так, а шрам, любой шрам, любая травма вызывает в организме спазм. Да, ушибли руку, ай, и мы вот напряглись, все. В нервной системе происходит вот этот рефлекс. Зажать, не дать двигаться, обезболить. Вот, пришлось проработать все его шрамы, вот, даже не трогая поясницу его. Вот, он встал, сказал, о, а мне уже лучше. Ну, еще я к спине даже не притрагивался. Вот, и уже вот это снятие спазма, вот таким вот способом, да, просто снять рефлекс болевой вот с этих шрамов, с этих рубцов, послеоперационных, травматических и так далее. Вот. Вот. Иногда бывает, вот, думаю, неожиданно боль может резко уйти. Вот. Ну, вот последний необычный случай такой вот у меня произошел не далее, как сегодня. Вы сами когда-нибудь удивляетесь? Или уже привыкли ко всему? Я удивляюсь, когда специалист такого же плана, прикладной кинезиолог, лечит меня. Я думаю, ну, что же это за методика в ней? Она очень не похожа на все, вот. Но почему-то раз-раз-раз смотришь, а легче становится. Потому что, ну, многие люди, которые первый раз попадают ко мне, вот, у них большие глаза, мы первый раз это видим, это очень необычно. Поэтому возникает сначала некое удивление, некое недоверие, как такими легкими приемами можно вообще что-то вылечить. Вот. И когда, скажем так, даже во время сеанса происходит облегчение, да, вот, неподдельное удивление возникает в глазах у этих пациентов, ну, как так можно? Вот. Просто в методике используются очень глубокие рефлексы нервной системы, да. Мы запускаем работу нервной системы, правильно запускаем, и она сама уже там в позвонке, в суставе, сама восстанавливает, все спазмы снимаются, мышцы усиливаются, сустав начинает работать в правильном режиме. Удивляется много чему, можно удивиться во время сеанса. Ну, вот мы живем в 21 веке, да, как я люблю говорить, но, тем не менее, например, к психологам ходить мы вот до сих пор сильно не научились, да. Насколько люди ходят к мануальным терапевтам? К мануальным терапевтам сейчас ходит много людей, вот. Вот. То есть, ну, как правило, человек походит к нескольким мануальным терапевтам, ну, он выбирает то, что для него, скажем так, понятно ему, то, что ему нравится. Тот считает, что вот эта методика ему подходит. Вот. К прикладному кинезиологу тоже много ходит. Сейчас у нас на кафедре травматологии и ортопедии начинают выпускать наших местных прикладных кинезиологов по очень хорошей методике. Поэтому в городе появилось много специалистов такого плана, которые и народ сейчас будет потихонечку узнавать, что это такое. Потому что методика вбирает в себя всё – психологию, биохимию, стандартные техники мануальной терапии. Также работает с энергетикой, с меридианами, то есть частично можно заменять иглорефлексы терапевта. Даже есть более такие продвинутые техники – работа с чакрами, работа с биополем. Например, у меня были случаи, когда работая с биополем пациентке удавалось снимать менструальные боли, которые очень часто присутствуют. Предменструальные состояния, так называемые ПМС. Вот. Работа с биополем. Когда я первый раз попробовал эти техники, у меня было, скажем так, тоже такое сильно удивлённое состояние, как вот так вот, практически не трогая пациента руками, добиться таких результатов. Когда женщина с раннего возраста чуть ли не на обезболивающих сидит вот в это время, и когда это переходит в лёгкие ощущения и перестают мучить спазмы и боли, мне кажется, это дорогого стоит. Ну да. Да. Ну вот и посоветуете, наверное, что-то нашим рязанцам. Как беречь здоровье и когда нужно обращаться к помощи мануального терапевта? На самом деле избитая фраза профилактика гораздо лучше, чем лечение уже запущенного случая. Поэтому лучше обратиться, когда у вас есть лёгкие симптомы. Вот. Тогда, восстановив систему, да, мы дадим повышенную прочность. Ну, по себе скажу, что когда ко мне пациент обращается первый раз, да, ну, где-то около 4-5 сеансов. Мне нужно, чтобы посмотреть его от кончиков пальцев до макушки, восстановить всё, что можно восстановить. А затем пациенты просто прибегают на 1-2 сеанса в течение, там, через год, через полгода. 1-2 сеансы подкорректировали, всё, дальше побежал трудиться. Уже нет такого вот в наше трудное экономическое время. Это выгодно сделать у прикладного кинезиолога, чем на 10 сеансов ходить к классическому стоправу, который хрустит. Вот. Это экономически выгодно. Ну, или пить кучу таблеток тоже. По моим подсчётам, количество выпитых при обострении остеохондроза таблеток по цене соответствует курсу у мануального терапевта. Вот. Поэтому, причём они ещё там печень нагрузка, желудок, всякие язвенные вещи от нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому, я не считаю, что на современном этапе, как вы говорите, в 21 веке, стоит вот так вот злоупотреблять таблетированными препаратами. Хотя и я их назначаю. Иногда это надо, это действительно надо. Случаи бывают разные и тяжёлые, и полегче. Вот. Но считаю, что можно уменьшить воздействие химических препаратов на организм с помощью мануальной терапии. И получить гораздо лучший эффект, чем только таблетками. Ну что ж, спасибо вам, Андрей Анатольевич. Нашим телезрителям напомню, да, берегите здоровье, это в первую очередь. И напомню, в гостях у меня сегодня был Андрей Новиков, мануальный терапевт медицинского центра «Вера». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова